Итак, убийство Виктора Берга, инсценировка, так считают некоторые обманутые дольщики. Сегодня люди пришли на очередное заседание суда, но решения так и не вынесли. Несмотря на смерть Виктора Берга, суду предстоит огласить обвинительный или оправдательный приговор, или закрыть дело по просьбе родственников. Последние, к слову, на процесс не явились. Наши корреспонденты узнали, какое наказание для еще живого строителя предлагало назначить гособвинение. И сколько лет, и все ждем, и надеемся, и езжу на суды, и переводили в кредиторы, и на это ездила, а толку от этого никакого, только трачу деньги. Любовь Довгашникова – одна из 400 пострадавших по делу Берга. В 2008-м женщина продала все имущество в Новосибирске и купила квартиру в Омске. Компания «Омстрой-2001» предложила Любови однокомнатную квартиру за 1 миллион 200 тысяч рублей. Дом строили на улице Батумска, не достроили. В 2009-м женщина узнала о банкротстве фирмы Виктора Берга. Договор расторгла, подала иск в суд. В 7 лет пенсионерка, которой пришлось заселиться в ветхий дом в Калачинском районе Омской области, мечтала об одном – вернуть свои деньги и купить жилье в городе. Теперь застройщик мертв, и пострадавшая в это не верит. Любовь Довгашникова считает, что Берг скрылся с десятками миллионами рублей обманутых дольщиков. Я лично думаю, что это имитация. Вот у меня большая половина. А второе – тот, кого он копнул, мог копнуть, что вместе с ним кто-то виноват. И он вот это, и все. Или это, а большей частью это имитация. Он где-то в Германии. Чтобы деньги не иметь? Да. Когда Берг был жив, вы его видели на судебном заседании? Да. Как он себя ввел, общался ли он с вами, что-либо вам помогли? Нет, он сидел и постоянно молчал, ничего не говорил. Елена Сидорова, прокурор по делу Берга. Его обвиняют в хищении 103 миллионов рублей. Речь и о деньгах обманутых дольщиков. Общая сумма заявленных исков – 70 миллионов рублей. Впрочем, сам Виктор Берг как в ходе следствия, так и в ходе судебного разбирательства вину не признавал. Всегда поясняю о том, что денежные средства, которые он получил от дольщиков, были внесены в строительство жилых домов. Поскольку денежные средства распределялись и на другие объекты строительства, кроме жилых домов, которые он строил, были задействованы еще в строительстве других жилых домов, в том числе в сельских районах города Омской области. В связи с этим ему не хватило денежных средств. Сегодня уже мертвому Виктору Бергу вменяют пять преступлений. Гособвинение предлагало признать Берга виновным в хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в преднамеренном банкротстве и назначить наказание, связанное с реальным лишением свободы. Восемь лет колонии общего режима. По другим трем статьям – незаконное получение кредита, злоупотребление полномочиями и отмывание денег от уголовной ответственности освободить. В связи с истечением сроков давности преступлений. Берг убит, но суд все-таки вынесет решение. В судебное заседание необходимо заслушать родственников Берга по поводу, согласны ли они на прекращение уголовного дела в связи со смертью, либо нет. В случае, если родственники не согласятся с прекращением уголовного дела, то в дальнейшем будет продолжение судебного заседания по данному делу. Сторона защиты будет выступать в прениях. После этого будет судом постановлен приговор. Если суд посчитает, что вина доказана, будет обвинительный приговор, но дело будет прекращено в связи со смертью. В том, что Берг умер, не сомневаются и следователи. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Расследование продолжается, киллер не задержан. Напомню, бывшего руководителя строительной компании застрелили 14 октября. Неизвестный выпустил пять пуль в голову и тело мужчины. Следствием достоверно установлена личность погибшего. Им является Берг, небезызвездный в нашем регионе. Человек, имеющий отношение к деятельности организации «Умстрой-2001». Сомнений, каких-то вариантов инсценировки смерти следствие не имеет и не рассматривает. Итак, оправдают покойного Берга, признают виновным или закроют уголовное дело в связи с его смертью, станет известно 28 октября. Если, конечно, в суд придут его родственники. Официальными потерпевшими по убийству бизнесмена признаны супруга Виктора Берга, его несовершеннолетняя дочь и два взрослых сына от первого брака. Продолжение следует...